Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Первый день у нас миновал. По сути, мы стали еще ближе к заседанию Федеральной резервной системы. Напоминаю то, что из новостного фона сейчас предстоящая среда у нас обещает быть. Может быть, даже не менее интересно, чем Европейский центральный банк прошлого четверга. Но, конечно же, замахиваться на волатильность практически в полтысячи пунктов мы сейчас не будем. Потому что все-таки вероятность того, что и американский регулятор проявит решительность и скорректирует денежно-кредитную политику, параметры сейчас крайне низка. Но все-таки поспекулировать на этом новостном фоне также можно. Поэтому впереди ФРС. Думаю, что те, кто из вас ориентируется, опять же, на трейдинг по американцу, так же, как и я, предвкушают это событие. Потому что, безусловно, на этой неделе это событие номер один. Как оно себя проявит, уже покажет торговая сессия среды. Но детально уже итоги мы подведем утром в четверг. Сегодня предлагаю действовать по нашему привычному традиционному сценарию. Давайте, прежде чем перейти к валютам, рисковым инструментам, поговорим о том, что происходит с нефтью. На текущий момент этот актив весьма интересный. Почему? Потому что у нас на повестке по-прежнему остается так же не менее существенно и значимое фундаментальное событие. Это заседание ОПЕК, встреча ОПЕК с представителями России, где, как я уже неоднократно отмечал, стороны попробуют выработать солидарную позицию по слову негативного тренда. То есть будут думать о том, как же поспособствовать сохранению бычьего ралли и закреплению бренда выше 40, может быть даже движению к 50 долларам за баррель, а может быть даже еще выше. Если вы вчера наблюдали за динамикой бренда и WTI, то не могли не заметить, как буквально всю торговую сессию этот актив минусовал. В принципе, клост вчерашнего дня по бренду 39,69. Сейчас актив торгуется на отметке 39,18, хотя допускают то, что за последние несколько минут могли еще немного просесть. Причина, думаю, что те, кто за новостным фоном внимательно следит, эта причина вам известна. Мы ориентировались на то, что это заседание представителей ОПЕК России должно было состояться 20 марта. Вчера было принято решение о том, чтобы слегка переместить эту дату на ближайшее будущее. Пока точно она не называется, но я думаю, что это где-то в районе середины апреля. То есть ровно еще на один месяц вперед. Основная причина – это по-прежнему не удается заинтересованным сторонам повлиять на позицию Ирана, который, как, скажем, очень напористо, скажем, удерживает прежний посыл, который они давали понять рынку о том, что не собираются поддерживать инициативу подобного рода, поскольку снятие финансово-экономических санкций позволяет им сейчас увеличивать производство и задействовать все свободные производственные мощности. На текущий момент Иран уже разогнал объемы выработки до 3 миллионов, но для них ближайшей целью являются те показатели, которые мы наблюдали в рамках этого региона до введения финансово-экономических рестрикций. Это 4 миллиона баррелей. И до тех пор, пока эта планка не будет достигнута, Иран, собственно, не будет, скажем, вмешиваться в подобные геополитические изменения касательно производства, объемов выработки и, соответственно, не будет поддерживать те инициативы, которые, по сути, должны стать причиной, в следствии которых они просто будут вынуждены отказаться от подобных амбициозных планов. На текущий момент до сих пор мы не знаем, удастся ли прочим участникам убедить Иран. Ну, наверное, может быть, предположения и предпосылки для этого есть. Все-таки месяц, который удалось выиграть сейчас дипломатам, будет посвящен тому, чтобы найти какие-то очаги давления на это ближневосточное государство. И, может быть, действительно, они смогут убедить Иран присоединиться к всеобщей инициативе и также действовать вместе с ними в рамках всеобщего такого унисона. Ну, посмотрим, как это будет на самом деле. Самое главное, сейчас дата поехала. Логично в связи с этим предположить то, что ралли восходящее до сих пор не исчерпало своего потенциала в плане восходящего движения и еще более высоких ценовых рубежей для бренда. Почему? Потому что времени еще очень много и, возможно, трейдеры продолжат, скажем, муссолить эти надежды на то, что компромисс неизбежен, стороны договорятся, а произойдет это уже в апреле месяце. До этого периода, если заседание состоится в середине, в принципе, больше трех недель, времени достаточно. Я предлагаю в связи с тем, что вчера планы изменились, поставить с точки зрения краткой среднесрочных ориентиров даже более высокое ценовое значение, чем руководствовались мы ранее. То есть, если раньше у нас ориентир был 40 долларов за баррель, я полагаю, что подобного периода хватит нам для того, чтобы мы забрались до отметки 41,5 или 42 доллара за баррель. Поэтому для кратко-среднесрочных трейдеров я советую рассмотреть возможность все-таки придерживаться в рамках роста актива. И если вы не закрыли позиции после достижения сопротивления в районе 40 долларов за баррель, сохранять их, потому что дальше у нас с большой долей вероятности, скорее всего, мы увидим значение повыше. Для долгосрочных трейдеров здесь все без изменений, дата поехала, значит, у нас по-прежнему только ожидания, на ожиданиях далеко не уедешь. И наши долгосрочные посылы, они по-прежнему связаны с тем, что на рынке достаточно факторов долгосрочного характера, указывающих на то, что переизбыток сохранится, а переизбыток – это ключевой фактор давления на позиции нефти. Чтобы добавить, скажем, больше оптимизма для долгосрочных трейдеров, хочу отметить то, что вчера был опубликован месячный доклад ОПЕК, где они представили объемы производства в рамках всего ближневосточного картеля по отдельным регионам. В частности, что нужно знать сейчас. Актуальные объемы производства в рамках всего ОПЕК составляют 32-28 миллионов. Это очень много. Это гораздо выше тех квотных значений, которые значатся на отметке 30 миллионов баррелей в сутки. И что еще важно, по мнению ОПЕК, спрос на нефть продолжит падать в 2016 году и в лучшем случае будет находиться чуть выше 31 миллиона баррелей. Ну, наверное, 31,5, если уж быть совсем точными. Но все равно, если мы сопоставим, опять же, этот спрос с фактическими объемами производства, получается, что перепроизводство с учетом текущих объемов выработки составляет больше 700 тысяч баррелей в сутки. Если переведем это на тонны, больше 300 миллионов тонн в год. Вот вам еще один фактор, указывающий на то, что без снижения производства, которому вроде бы как решению должны прийти по факту внечеиного заседания ОПЕК, сломать негативный долгосрочный тренд по бренду ИВТ не удастся. Поэтому до тех пор, пока мы не получим фактическое подтверждение того, что стороны будут снижать объем производства, мы не откажемся от долгосрочных идей, предполагающих по-прежнему актуальную возможность закрепления позиций бренда ниже 30 долларов за баррель. А может быть даже хода в район 25 или еще ниже. Для кратко- и среднесрочных трейдеров еще раз напоминаю, если выиграли время, надежды позволяют нам и дальше отыгрывать тему потенциальной договоренности. И это позитивный момент для нефти, который позволит этому активу закрывать глаза на прочий фундаментальный негатив. Напоминаю то, что сегодня, точнее даже не сегодня, а уже завтра утром ранним отчет ОПИ, запасы нефти от Американского института. И позже в рамках дня, ближе к вечеру перед заседанием ФРС, у нас будет уже официальная статистика. То есть по запасам нефти мы с вами снова поговорим в четверг, подведем итоги. Но даже если и запасы снова выросли, в целом это только будет подталкивать, опять же, представление о том, что сторонам и участникам предстоящего заседания обязательно нужно договариваться. Потому что переизбыток и количество нефти уже явно зашкаливает. Российская валюта. Актуальные котировки 70.25. Мы с вами по-прежнему кратко и среднесрочно цепляемся за поддержку 70. Полагаю, что в случае восстановления нефти и сохранения прежнего бычьего ралли мы увидим пробой поддержки на отметке 70. И рубль предприняем попытку даже забраться еще, скажем, ниже против американца. На повестке сейчас заседание Центрального банка России. Оно состоится в пятницу. То есть итоги мы сможем подвести только в понедельник. Поскольку за последние несколько недель мы не видели серьезного спекулятивного давления на курс национального валютного актива, значит, не нужно говорить о том, что Центральный банк для того, чтобы остановить чрезмерную девалюацию, будет вынужден снова задумываться о возможности ужесточения монетарной политики и поднятия процентных ставок. Сейчас, напротив, на национальном российском рынке созданы все условия, чтобы ставку снижать. И уж тем более явное тому подтверждение – это курс российской валюты. Для того, чтобы стимулировать национальный бизнес, нужно делать условия кредитования более гибкими и сами кредиты доступными. Поэтому в случае снижения ставки рефинансирования с 11% для национального рынка это будет позитивом, что, в принципе, таким же позитивным образом должно сказаться и на динамике российского валютного актива. Поэтому до конца этой недели ожидаем еще и национальной поддержки для курса рубля. Если она последует, значит, уже следующую неделю мы будем котироваться по паре USD-RAP где-то в районе 69-69,5. Это мои, скажем, субъективные представления о том, где может оказаться рубль в самое ближайшее время. Но долгосрочно определяющим фактором остается нефть. И если в ближайшее время после заседания ОПЕК мы убедимся в том, что по-прежнему никаких солидарных решений нет, значит, рубль будет вынужден снова вернуться к тренду девальвации и, соответственно, обозначить для российской экономики старые риски, которые являются для нее катастрофическими. Это чрезмерная девальвация, которая сказывается на потребительской активности и, соответственно, состоянии рецессии. В общем, два полярных сценария. В зависимости от того, к каким трейдерам относите вы себя, долгосрочным, кратко или среднесрочным, выбирайте ту, которая является для вас более подходящей. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Евро продолжает резонировать от состоявшегося на прошлой неделе заседания Европейского Центрального Банка. Оно оказалось весьма прорывным с точки зрения решений, судьбоносным. Я тоже думаю, что именно такие последствия мы и увидим. Европейский Центральный Банк, как вы прекрасно знаете, сразу перевыполнил нормы всевозможные по решительности, не только снизил процентную ставку по депозитам, но и ставку рефинансирования, да еще и расширил программу количественного смягчения, доведя его до 80 миллиардов евро в месяц. Эти изменения вступят в апреле. Мы знали то, что ИЦБ может действовать. Почему? Потому что потребительская активность оставляет желать лучшего. Из-за того, что индекс потребительских цен, то есть уровень инфляции, долгое время находился на около нулевой отметке, а в рамках прошлого месяца и вовсе шагнул в отрицательную зону, ИЦБ уже просто обязан был вмешаться в текущую ситуацию и использовать те инструменты, которые имеются в арсенале его мандата. То есть допа, опять рычаги экономических стимулов, более рейсиный выкуп активов и коррекция процентных ставок. Пока эти решения анонсированы, но логичное поведение евро по факту, такое долгосрочное. Моментальная реакция, да, мы видели снижение евро, но потом абсолютно, на мой взгляд, даже до сих пор неоправданный выпад. И поскольку участники рынка понимают то, что такой негатив, но не может не дисконтироваться стоимости главного валютного риска, они продолжают верить, собственно, так же, как и я, в то, что евро, будучи аутсайдером, должен показать вот этот обратный ход. Поэтому, учитывая то, что евро снижается, хочется верить, что это как раз и есть возврат и постепенный ход главного валютного риска к более оправданным ценовым значениям. Но я прекрасно понимаю то, что очень многое сейчас будет зависеть еще и от позиций ФРС, которая анонсируется завтра вечером. Но, в целом, мои представления о том, что евро стоит распродавать, они не меняются. И если вы следите за брифингами, вы знаете то, что я традиционно ставлю на ослабление евро. И ближайшим ориентиром является значение 1.05. Помимо такого спекулятивного резонирующего фона от заседания Европейского Центрального Банка, вчера, вы знаете, трейдеры обратили внимание еще на статистику по промышленному производству. Еврозона – это единственный отчет европейского происхождения, да и, в принципе, единственный отчет, на который можно было обратить внимание. Статистика очень хорошая. Крайне было удивительно, конечно же, видеть такие цифры, потому что годовой эквивалент 2.8% против прошлого снижения минус 0.1. Месячный плюс 2.1 с минус 0.5% – это лучшие показатели промышленного производства, темпов прироста этого сектора экономики за последние 6 лет. И в целом такая статистика является подтверждением сохранения восстановительного тренда, который был заложен еще промпроизводством Германии. Но если уже копать совсем глубоко, я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что такой отчет идет полностью вразрез с теми релизами, которые мы наблюдали последние несколько недель и даже месяцев. Потому что если вернемся к бизнес-настроениям и фазью, настроения хуже некуда. Если вернемся к обрабатывающей промышленности, она также сигнализирует о том, что импульс восстановления уже давно утерян. Показатели ВВП также оставляют желать лучшего. Не знаю, с чем был связан такой рост промышленного производства в рамках всего валютного блока, но у нас пока нет, опять же, системного представления о том, что этот сектор реально восстанавливается. А до этих пор верить в такую хорошую статистику, ну, я считаю, что это непозволительная роскошь и будет ошибкой, если вы сделаете, опять же, ставку на то, что регион восстанавливается. Объективно, картина складывается в пользу разгрузки и распродаж евро. Собственно, этой картины сейчас и нужно придерживаться. И перед тем, как задумываться о возможности покупки европейского валютного актива, нужно получить очень серьезный сигнал потенциального фундаментального роста. Этим сигналом может стать только рост потребительской активности, который начинается через разгон индекса потребительских цен. Вот как только инфляция поползет вверх к 2%, и мы увидим отдачу в связи с этим наручных продажах, тогда я первый скажу вам, что нужно разворачиваться по паре евро-доллар и ставить уже снова на возможность закрепления выше уровня 1.20. Пока таких представлений нет, значит, будем распродавать евро, пока не доберемся до очень значимых и интересных ценовых рубежей. Это 1.05 и паритетные значения. Чтобы подкрепить, опять же, наше убеждение в этом, хочу предложить вам, помимо старых идей от инвестиционных банков, на которые мы привычно обращаем внимание, еще и позицию Морган Стэнли, который также рекомендует распродавать евро до паритетного значения, которое может достигнуть уже к концу 2016 года. Но паритета, согласитесь, текущих значений больше 1100 пунктов, в актуальной актеровке 1104 можно и подождать даже в рамках года, потому что 1104 пунктов профита – это достойная цель. Далее идем. Фунт против американца. Британская валюта сохраняет высокую степень корреляции с евро. Это понятно, у нас барометром личных настроений выступает евро и прочие рисковые активы сейчас копируют динамику европейского валютного актива. В актуальной актеровке 11042.60 днем ранее видели то, что значения были еще выше, фунт корректируется, причин для разгрузки очень много, но для того, чтобы фунт пошел еще ниже, нужен, конечно же, сигнал национального фуна, фундамента. И важных отчетов на этой неделе, если вы смотрели на содержание экономического календаря, предостаточно. В частности, завтра у нас данные по британскому рынку труда. Но учитывая то, что буквально две недели назад мы с вами анализировали катастрофическое снижение промышленного сектора, строительства и сферы услуг, я считаю то, что такая стагнация во всех ключевых секторах экономики является явным сигналом в пользу того, что… Точнее, сигналом указывающим на то, что экономика не создавала новые рабочие места. Поэтому в рамках прошлого месяца я настраиваюсь на слабую статистику, и эта статистика может стать причиной разгрузки и распродаж британца. Хотелось бы увидеть, конечно же, эту коррекцию. Вы помните, вчера мы поставили уровень селл-стоп с отметкой 1.42.50. Допускаю то, что во время нашего брифинга, учитывая снижение фунта последней минуты, мы могли уже коснуться значения этого отложенного ордера. Хорошо, потому что после этого предлагаю уже поставить на возможность снижение британца в район поддержки, который сейчас находится на отметке 1.40. И в четверг еще мы ожидаем суперчетверг, потому что в четверг будет опубликована ставка, объем выкупа активов и протоколы. В частности, протоколы, на мой взгляд, окажутся наиболее интересными, потому что они смогут указать на присутствующее оппозиционирование и мнение Банка Англии касательно готовности к повышению процентных ставок. Разумеется, о повышении процентных ставок сейчас речи не идет, но подтверждение того, что до 2017 года этого не произойдет со стороны Банка Англии, может стать еще одним неплохим сигналом для дополнительных распродаж британца. Доллар японская иена продолжает консолидироваться на уровне 114. Снова мы видим то, что трейдеры прибегают к идее того, что решение ЦБ стало причиной полученного спроса на американские облигации. Действительно, по доходности они стали куда более привлекательными с точки зрения потенциального спроса по отношению к немецким облигациям. Поэтому этот положительный спред доходности будет, на мой взгляд, среднесрочным фактором, указывающим на то, что капиталы будут перетекать именно в расположение американской экономики. А значит, у доллара присутствует и имеется фактор поддержки, но еще большим фактором поддержки для американца должна стать национальная статистика. Сегодня, в частности, мы следим за отчетом по уроничным продажам, который будет обликован в 15.30 по московскому времени. Полагаю, что увидим хорошие цифры, а значит, доллар получит как раз возможность для сохранения и продолжения локального бычьего ралли, чтобы добраться до нашего отложенного ордера, который находится на отметке 115. Еще пару слов хотел сказать про австралийца. Сегодня вышли протоколы утром, здесь масса негатива, и этот негатив связан с тем, что резервный банк австралий допускает возможность еще одного снижения процентной ставки из-за крайне низких значений по инфляции. Плюс ко всему, на рынке недвижимости сейчас совершенно очевидные трудности, так же, как и на рынке труда потребительская активность оставляет желать лучшего. Ну и Китай, который мы также знаем, выступает еще одним, может быть, даже более ключевым фактором потенциальной разгрузки. По версии Резервного банка Австралии, ралли, которое мы видели по рисковым активам в последние несколько недель, было чрезмерным. И мы увидим уже реакцию по австралийцу, это снижение, полагаю, что это как раз тот самый разворот, который отправит австралийца сначала к уровню 0,70, потом еще ниже. И в четверг еще у нас заседание Национального банка Швейцарии. Здесь максимум внимания, потому что это заседание может быть действительно судьбоносным для швейцарской валюты. За последнее время мы видим то, что пара USDC никак не может цепиться выше паритета, но объективной целью для Национального банка Швейцарии является, чтобы валюта котировалась все-таки выше, точнее, пара была выше паритетного рубежа. Как действовать и чтобы предпринимать, конечно же, валютные интервенции, а может быть, даже еще на снижение процентной ставки по депозитам. В принципе, в планах до сих пор у Национального банка Швейцарии снижение ставки до 1,5%. Вот все для того, чтобы ослабить курс национальной валюты. В общем, предлагаю ставить прям незамедлительно на рост USDC и ориентироваться на значение, как и ранее, 1,03. Из важных отчетов сегодняшнего дня, как я уже отметил, в 15-30 роничные продажи в США. И еще в это же время выйдет индекс цен производителей, который является компонентом, указывающим на потенциальный рост инфляции. Если индекс цен производителей вырастет, значит, у нас будет еще больше оптимизма и надежды в пользу того, что инфляция будет дополнительно двигаться к целевому значению в 2%. А значит, ФРС заседание будет еще более интересным с точки зрения ожиданий более жесткого тона и жестких комментариев со стороны непосредственного руководства. Но это все уже на торговой сессии среды. Собственно, на этом все. По остальным валютным активам USDCAT 1.3302 ждем, соответственно, движения в район 1.40. И полагаю, что также откат уже пошел. И золото корректируется. В пятницу была сформирована очень хорошая разворотная свеча. Сейчас коррекция продолжается. Актуальные котировки 1228.27. Но по-прежнему для тех, кто хочет найти хорошую возможность для продаж, я советую дождаться рубежа 1200 только после этого действия. Те, кто хочет рисковать прямо сейчас, ну, здесь лучше уже подождать ФРС и принимать решение о распродаже золота только после того, как мы получим конкретику от представителя американского регулятора. То есть уже на торговой сессии четверга. На этом все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы знаете, я с радостью на них отвечу на нашем официальном канале на YouTube. И не забывайте про форума Markets и специальный аналитический раздел, где также можете оставлять любые пожелания. Продолжение следует...